Электронная коммерция, несмотря на свое название, лишь отчасти находится в интернете. В реальности бизнесменам приходится решать вполне земные задачи доставки и оплаты товара, преодолевать недоверие покупателей к виртуальному миру и обеспечивать техническую базу сетевого бизнеса. IT-компании из Ульяновска удалось решить одну из главных проблем электронной коммерции – создать простой в обращении и обслуживании сетевой конструктор интернет-магазинов Эквит. Сегодня на его базе работает около 200 тысяч онлайн-магазинов во всем мире. Компания хорошо известна за рубежом. Десять лет назад, когда все только начиналось, никто и не мечтал о таких перспективах. В конце 90-х, начале 2000-х Ульяновская область была одним из самых неблагополучных российских регионов. В городе просто не было крупных компаний и серьезного бизнеса, куда могли устроиться на работу молодые люди. Стандартный алгоритм для тех лет был, выпустился из универа, уехал в Москву, в Питер. Так как, ну, конкретно нам довольно-таки нравился наш город, мы решили попробовать заработать денег, не уезжая. То есть мы сразу поняли, что искать работу здесь бесполезно, нужно искать заказчиков там. Искать там проще всего было через интернет, на биржах для фрилансеров. Оказалось, что один из частых заказов – создание интернет-магазина. Сейчас Руслан Фазлыев и Юрий Зайцев уже не могут вспомнить ни имени заказчика из США, ни специализации магазина, который послужил отправной точкой для их бизнес-проекта. Кажется, он торговал мебелью. Это как примерно эпоха автопроизводства, например, в грани 1903 года, да, когда каждый автомобиль просто устроился кустарным образом. И точно так же интернет-магазины тоже каждый устроился кустарным образом. Это было очень дорого. И, в принципе, мы ведь с чего начали? На самом деле к нам приходили люди и говорили, сделайте нам магазин. Мы делали как бы с нуля. Другие говорят, сделайте нам тоже интернет-магазин, мы им тоже делаем. Потом думаем, зачем всем подряд делать интернет-магазин, когда мы можем как бы делать не сначала, а взять некую общую платформу и продавать ее уже как программное обеспечение. Начали так и делать, и очень хорошо пошло. Первой платформой ульяновских айтишников, которую можно было использовать как шаблон для создания интернет-магазина, стала X-Card. Это продукт с открытым программным кодом, в который можно внести изменения, чтобы добавить или убрать функции, изменить дизайн, подкрутить создаваемый магазин под свои нужды. Понятно, что для этого надо обладать специальными знаниями. X-Card предназначен для веб-разработчиков. Рынок таких решений очень большой. Наверное, таких решений аналогов существует несколько сотен в мире. Но на тот момент, когда мы его только создавали, там их буквально не было, были единицы. Поэтому мы сразу заняли большую нишу на рынке. Пробную версию X-Card можно было скачать бесплатно. Но для коммерческого использования продукта надо было заплатить разовый лицензионный сбор. Доходы с продаж лицензий позволяли платить зарплату сотрудникам компании «Креативная разработка», созданной Фазлыевым и Зайцевым, и вкладываться в создание новых версий. Успех команды вчерашних студентов многие попытались повторить. В Ульяновске возникло несколько IT-компаний, более или менее успешно играющих на том же поле. На мировом рынке среди конкурентов X-Card на тот момент самым заметным был IBM WebSphere Commerce. Но за его использование надо было платить сотни тысяч долларов. Решения типа X-Card позволили снизить стоимость до десятков и даже единиц тысяч долларов. Но вскоре команда разработчиков создала новый продукт – Equit, который в своей максимально продвинутой версии обходится пользователю всего в 17 долларов в месяц, а в базовой и вовсе бесплатен. Электронная коммерция, никакой высшей математики там нет. Там есть много деталей, связанных с удобством использования, деталей связанных с интеграцией с какими-то другими системами, платежными системами, средствами доставки. Постигнуть все эти детали можно только работая долгое время в этой отрасли. И, собственно, десятилетний опыт работы с X-Card – это было необходимое условие, вообще говоря, для появления Equit. В сентябре 2009-го была выпущена первая публичная версия Equit. Он кардинально отличается от своего предшественника и ориентирован на другой сегмент потребителей. Equit распространяется не как лицензируемый софт, в отличие от X-Card, а как облачное решение по модели SaaS. То есть исходный код не отдается, а вместо этого пользователь получает продукт в аренду и платит ежемесячно. Потребителем Equit является не веб-разработчик, который делает магазин для конечного клиента, а, собственно, сам продавец, сам онлайн-торговец. Это директор малого бизнеса, какой-нибудь индивидуальный предприниматель. Ну, в общем, тот, кто в программировании не разбирается, но разбирается в коммерции. За 100 тысяч количество пользователей Equit перевалило всего за три года. И это без какой-либо рекламы или внешнего финансирования. В компании такой успех связывают с легкостью и простотой в установке. Для того, чтобы установить магазин Equit на свой сайт, необходимо сначала зарегистрироваться в Equit, создать свой аккаунт, и затем зайти в нашу панель управления. После входа, собственно, сразу же показывается код установки, который достаточно просто скопировать. И, допустим, вот у нас имеется некий веб-сайт, в котором вот здесь я хочу, чтобы появился интернет-магазин. Берем, вставляем в соответствующий место код, сохраняем, смотрим. Раз, все, у нас готов интернет-магазин на месте. Все товары, которые были заданы в интернет-магазине, все, можно спокойно покупать. Все работает. Один раз нам написал наш американский клиент и рассказал, что 8-летний сын создал магазин по продаже комиксов. Для нас это было большой неожиданностью и подтверждением того, что наш сервис понятен даже ребенку. Бесплатно можно торговать не более чем 100 наименованиями товаров. Продвинутый план с ассортиментом до 20 тысяч наименований стоит 17 долларов в месяц. Такая бизнес-модель называется Freemium. Freemium от английского, free бесплатный и premium улучшенный более высокого качества. Модель, при которой за базовую версию продукта плата не взимается. Пользователь платит только, чтобы получить расширенные функции или сервисы. То есть Freemium модель родилась как бы просто как сущность интернета. Все было бесплатно, потом стали какие-то платные вещи появляться. Модель сама в себе хорошая и очень многие производители программного обеспечения, классического, они тоже работают по модели Freemium. Они дают бесплатный траил, бесплатный продукт на какое-то время и затем надо принять решение либо купить, либо не купить. Зачем выкладывать продукт бесплатно? Прежде всего это привлекает широкий круг пользователей. Это позволяет оценить востребованность приложения на рынке, выявить платежеспособный спрос, собрать отзывы для улучшения качества. Freemium – это простой выход на рынок, простой, понятный выход на рынок. Но Freemium – это не очень большая прибыль, потому что большинство людей готовы удовольствоваться базовым пакетом. А если большинство людей не готовы удовольствоваться базовым пакетом, тогда Freemium не нужен, потому что тогда они не будут подключаться и на базовый пакет сами. Соответственно, это вопрос того, насколько люди готовы расти и развиваться. Условно верю в модель Freemium для России, и я не верю вот на этом рынке, в модель Freemium на американском и английском рынке. Пользователей можно стимулировать переходить на платный аккаунт. Мотивация может быть не только негативной. Например, в бесплатной версии нельзя продавать больше ста товаров. Эквит предпочитает позитивную мотивацию – добавляет в платном аккаунте новые сервисы, интересные для пользователя, и не собирается отказываться от Freemium. Насколько успешна модель Freemium, показывает количество бесплатных клиентов, которые становятся платными. Обычно этот показатель измеряется в процентах за определенный период. У нас конверсия на сегодня, сколько, по-моему, 6 или 7% что-то такое. Это считается очень много для Freemium. Средний процент – 1-3%. Эквит существовал, развивался и был вполне прибыльным проектом, когда в конце 2011 года компания получила инвестиции от венчурного фонда Runa Capital в размере полутора миллионов долларов. Мы хотим взрывного роста. Для этого нам и нужны внешние инвестиции. Причем дело не только в деньгах. Дело в том, что ребята из Runa Capital, у них очень большой опыт в других компаниях, и они могут взять свой опыт, соединить их с нашими идеями и, грубо говоря, с нашим пониманием рынка e-commerce, и получится некий синтез, получится некий результат, который будет гораздо больше, чем, например, просто опыт и просто наши идеи. Эквит увеличивает команду и скорость обновлений. Кроме того, в дополнение к существующим офисам в Ульяновске и Великобритании, компания открыла офис в Mountain View, Калифорния, который специально занимается продажами. Наша идея была в том, чтобы дополнить прямые продажи продажами через канал. Большинство интернет-магазинов, они где-то размещены, да, то есть они покупают где-то хостинг. Это система хостеров, сервис-провайдеров, можно их назвать. Большинство этих хостеров, они знакомы с нами, и мы с ними знакомы очень хорошо, на очень хороших уровнях. Пара десятков основателей и топ-менеджеров хостинговых компаний крупных, они являются инвесторами в Руну. И эта идея, она уже себя, как бы сейчас, видно, оправдала, потому что продажи Эквит, они существенно выросли за счет этого канала. Продажи через канал идут уже не по модели фремиум, ведь каждый интернет-провайдер работает по своей бизнес-модели. Иногда Эквит продают как часть какого-то своего расширенного продукта. И коммерс – это такая сложная область, которая, с одной стороны, вроде бы уже не является венчурной, никаких, казалось бы, инноваций в ней нет, но, тем не менее, сейчас происходит некое изменение существенное. То, что одни люди называют социальной коммерцией, а вот Руслан Фазлыев, Эквит, он метко назвал это F-коммерс, то есть Facebook-коммерс. Эквит – это то, что он позволяет открыть интернет-магазин человеку, который, в сущности, не имеет никаких ресурсов, IT-образования и сравнительно небольшие объемы торговли предполагает. Я думаю, что за счет вот этого интернет-коммерция и будет развиваться, за счет социальной коммерции. В социальную коммерцию идут малые и средние компании. Пока в России их доля значительно меньше, чем за рубежом. И там доля как раз крошечных магазинчиков, маленьких, которые занимают свою маленькую узенькую нишу. Она велика. То есть там все по-другому выглядит рынок. И это для них интересная история. То есть они получают какой-то тул, который позволяет им это торгать. Сейчас они в основном это делают через eBay. Вот. И они будут делать это через eBay. Но они могут сделать это еще и через Facebook. Да, еще вот через там маленький сайт, который это сделает. Вот. И они будут счастливы от этого. Сегодня Эквит – приложение номер два для электронной коммерции в Facebook. Социальные сети уже стали эффективными площадками для ведения бизнеса. И по прогнозу Social Commerce Today, ведущего онлайн-журнала, посвященного электронной коммерции в соцсетях, 76% розничных торговцев планируют в будущем продавать свои товары через Facebook. В России тенденция последнего времени – крупные сетевые офлайновые магазины открывают торговлю в интернете. Но среди пользователей Эквит таких немного. У нас это бывает крайне редко. Почему? Большие компании никак закупаются. У них есть такой бюджет. А не бах, это бюджет менеджера. Менеджер говорит, так, если я сейчас этого бюджета, предположим, 100 тысяч долларов скажу, будет стоить 17. Вот вы слышите, там, да, вот пилят за окном. Что пилить будем? Нечего пилить. Вот. И они пойдут к нам. Почему? Потому что им нужно куда-то много денег потратить. На нас много денег потратить не получится. За 10 лет не только проекты X-Card и Эквит выросли и изменились. Изменился и город, где когда-то остались работать, два студента, и родились оба IT-проекта. Да, если сравнивать Ульяновск с 2000 года и 2012, то можно увидеть разительные перемены. И не сколько даже с самим городом, а сколько с восприятием этого города. Потому что в 2000 году Ульяновск был известен только как родина Ленина. Все, Ульяновск, а там родился Ленин. Сейчас, когда приезжаешь на какой-нибудь там известный ивент, или просто говоришь иностранцу об Ульяновске, он скажет, о, Ульяновск, это то место, где я сделал Эквит. Летом в Ульяновске уже не в первый раз прошла международная конференция «Улькамп», когда-то организованная основателями X-Card и Эквит. Это неформальный слет, в котором участвуют не только знаменитые бизнесмены и айтишники из России и за рубежа, но даже чиновники, в определенный момент обнаружившие у себя в городе ряд известных IT-компаний. Ведь целых пять платформ электронной коммерции, востребованных в мире, made in Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова